В прошедшую субботу в Караганде прошел традиционный день здоровья. На этот раз организаторы расстарались и получился настоящий фестиваль здоровья 2012. Начался фестиваль здоровья на Каскадной площади. Здесь собрались школьники, студенты, чтобы пройти по проспекту Бухаржирау к спортивному комплексу Шастар. Это было одно из условий участия в фестивале – пеший марш. С духовым оркестром, с флагами, речевками молодежь прошла по центральной улице города. А перед спортивным комплексом уже вовсю работали врачи. Был открыт передвижной медицинский пункт, где можно было и флюорографию пройти, и обследоваться у эндокринолога, гинеколога, окулиста, сдать кровь на выявление СПИД и сахарного диабета. Все это бесплатно. А в самом спорткомплексе трибуны плотно заполнились приверженцами спортивного образа жизни. Даст новый импульс занятия массовым спортом, особенно среди подростков и молодежи. Будет способствовать появлению новых талантливых спортсменов, которые своими победами на крупных международных соревнованиях будут прославлять наш Казахстан. Своё мастерство перед собравшимися продемонстрировали черлидеры, боксеры, борцы, танцоры, фехтовальщики, представители клубов восточных единоборств. Заинтересованные зрители могли тут же записаться в любую понравившуюся спортивную школу. От национальной спортивной охоты, где готовят настоящих беркучи, до велосипедистов мирового уровня. Вероятно, Олимпийский год, который принес ряд выдающихся побед казахстанских спортсменов, наложил отпечатки на проведение фестиваля «Здоровье», который прошел под лозунгом «Я, ты, он, она, вместе – здоровая страна». Первая цель, наверное, основная цель этого мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни и привить населению солидарную ответственность за своё здоровье. Вы знаете, что и победа наших спортсменов на Олимпийских играх стала возможной благодаря той политике, которая проводится в нашей стране, лидером нашей партии, председателем партии «Нур-Отан». Нур-Султана Абишевича Назарбаева. Кроме того, вы знаете, что у нас в области, Аким области, Абельгазик Олег Парыч, очень большую работу проводят по вовлечению населения занятием массовыми видами спорта и поднять уровень массовости до 30%. И не просто это количество поднять, а вот вы видите, чтобы была инициатива самого населения. Здоровье – это не только спорт, но и правильное питание. Фирма «Натиже» предлагала продегустировать свою продукцию, изготавливающуюся из натурального молока. От желающих отбоя не было. Можно было целый день провести на стадионе «Шахтёр» и устать просто от зрелища. Легкоатлетические соревнования. Дворовые клубы разыгрывали финал Лиги дворового футбола. Всех ждали кубки, грамоты, медали. А лучшему дворовому футбольному клубу вручили денежный приз – 100 тысяч тенге. Здоровый образ жизни состоит из нескольких компонентов. И прежде всего, это, конечно, позитивное мышление. И вот этот весь позитив – это, конечно, спорт. Мы должны забыть, что медицина – это уже для больных людей, а спорт – это для здоровых. И то, что сегодня показана, вот эта выставка «Здоровый образ жизни» – это и есть то направление, которое каждый казахстанец должен выбрать. Фестиваль здоровья стал ярким примером того, что спортом может заниматься и стар, и млад. А любителей спорта у нас огромное количество. И с каждым годом их становится всё больше и больше. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова